Мне печалит только, знаете что? То, что на нынешний момент ситуация выявила фальшивость в журналистских движениях за свободу слова. Вот это плохо. То есть раньше сбегались митинги под Генеральной прокуратурой или под МВД по любому даже не стоящим, возможно, выеденного лица поводом. Из-под забора Януковича в депутатских креслах президентской партии. И тут вдруг такие у нас происходят события. И мы видим, что журналисты просто не объединены. Союз журналистов Украины не играет вообще никакой роли в защите свободы слова как таковой. И более того, ведь не требуется даже ничего, кроме того, чтобы хотя бы выразить свое мнение в отношении тех же законодательных документов, которые сейчас регистрируются в Верховной Раде. Прослушку разрешили, заочное осуждение разрешили, конфискацию имущества заочную разрешили. Слушайте, у нас все запрещают, ликвидируют, ограничивают. У нас каналы, послушайте, шоу Савика Шустера показывает два канала, одному выносят предупреждение, а другому нет. То есть, ну, налицо тройные стандарты, даже не двойные. 3D стандарты. Вы поймите, ну не может быть так, если вы уже выносите предупреждение за одно и то же, по вашему мнению, нарушение, то не может один его получать, а другой не получать. То есть, понятное дело, что у Национального Совета появились какие-то любимчики, которых мы будем лелеять, халить, прощать им все ошибки. А другому телеканалу, который нам не подконтролен, который критикует власть, не критикует власть, дает возможность высказаться носителям альтернативной точки зрения, и его за это карают.